Спасибо. Спасибо. Сейчас, после таких замечательных невест, должны выйти, естественно, не менее завидные женихи. Ну, кто у нас самый завидный жених? Уже давно, лет 20. Олег Митяев и Леонид Марголин. Вот видите, я же говорил. АПЛОДИСМЕНТЫ А кому рассказывать? Вот все, кто выходит на эту сцену, можно бесконечно рассказывать. Я страшно жалею, что я не попал в марш мира, и я смотрел, как лицедеи... Мне рассказывали, что они собрались в Бараново, в квартире, как вот они собирались. И я думаю, эх, меня нет. Вот. Потом они приехали такие... Еще лучше у них так хорошо все. И Андрюша в белом таком костюме. Мы полетели, ансамбль «Своя игра» и лицедея в город Красноярск выступать во дворце спорта. Было, по-моему, 15 концертов. 15 концертов, и вечером мы живем на базе. И такой вечер, мы поем эти самые частушки. А я не пил тогда. Да, кстати, я могу целую историю рассказать про период, когда Баранов не пил. Мы как раз с ним работали. Ну и мы пели частушки. Андрюша играл на японской гитаре, разбил палец в кровь. Это было бесперерывно минут сорок. Это много. Частушки, они маленькие. Поэтому и даже Хейлин, жена Леони Лейкина, что-то по-голландски. Звезда такая, шведская кинозвезда. Она заразилась и тоже по-голландски что-то пропела такое. И я не пил тогда. Ну, как-то выпивал, когда пели эти частушки. И потом Костя Тарасов мне говорит, я понял, что ты пьяный. Я записывал на диктофон это все. Он говорит, я понял, что ты пьяный, когда ты диктофон выключил и положил в салат. Я думал, что такого прекрасного вечера в моей жизни никогда не повторится. А пили мы коктейль Столбы. Это нам Красноярские Столбы рядом. И питьевой спирт с соком, который попадется. И замечательный напиток. И я думал, что такого вечера не повторится никогда в моей жизни. Но следующий вечер был лучше. Следующий же вечер был лучше. Концерты во Дворце спорта назывались «Не дышите в зал». Но, тем не менее, это было ужасно весело, здорово. 15 концертов и ни копейки мы не получили. Такие организаторы были. В общем, об этом можно рассказывать бесконечно. И я сейчас спою что-нибудь. Утопал, утопал в цветах рояль. Люди плакали, а он по сути ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали Наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, Растревоженный бургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лец, Обеседовал как будто с собой. Он шьет из светлой грусти непраздничные вещи, Какие-то простые, невзрачные на вид. А кажется, что горлом доска вот-вот захлещет, И зал за рукоплещем, и сердце заболит. И действительно потом все вздыхается, Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается И не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет, И настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет И все шепчет, как он верно сказал. Он шьет из светлой грусти непраздничные вещи, В таких ни на парады нельзя, ни на балы. И вы не запоете в толпе такие песни, А только промолчите и будете правы. Я попался на его заклинание, Раза два, но воротился живой, И хочу предупредить вас заранее, Он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти непраздничные вещи, Он шьет для непутевых таких же чудаков. Она спускает пустит на зрелище полегче, Без этих сложных песен и без спокойных слов. И вот и снова грибная пора, Редкий штиль в суете городской, Можно снова летать до утра, Над притихшей летней Москвой, Непонятен и прост мой порог. Посижу у окна, помолюсь, Допивая сиреневый смог, Город включит созвездие люстр, И, оттолкнувшись от огонного креста, Как тень листа, я стану легок, И, словно съежится, уменьшится, Растерянно отстав в квадрат двора Со стаей высохших пеленок. А потом я продолжу полет Над рекой, над таганкой вдовой, Как большое трюмо в небоскреб. Отражать будет свет золотой, Я круги буду в небе писать, И на стеклах плясать, как на льду. Я тебя буду всюду искать, И, наверное, опять не найду. Я никогда тебя не видел никогда, И лишь тогда, когда найдешься На желтой улице пустой, Тебя узнаю без труда, И ты меня, увидев в небе, улыбнешься. И вот так бесконечно давно Я кружусь и кружусь над Москвой. Я как будто снимаю кино Про случайную встречу с тобой, И, возвратившись, долго я еще не сплю. Пою и пью, а лето тает, Пускай стучатся в мой ангар, Я никому не отворю, В нетрезвом виде авиатор не летает. Пою и пью, а лето тает, Пою и пью, а лето тает, И, наверное, опять не летает. Я и пью, а лето тает, И, наверное, не летает. Я и пью, а лето тает, И, наверное, не летает. Спасибо. Спасибо.